Я расскажу про защиту паспорта, а именно микросхемы. Во-первых, микросхема сертифицируется по требованиям ФСБ, средствам электронной подписи и требованиям СКЗИ по классу КБ. Во-вторых, микросхема поддерживает работу с квалифицированными сертификатами. Также микросхема поддерживает работу по протоколам БАК в соответствии с ДОККО, ПЭЙС в соответствии с ДОККО на базе зарубежных алгоритмов, а также протокол СИСПЭЙК на базе российских алгоритмов в соответствии с методическими рекомендациями. Кроме того, поддерживает работу с протоколом ЕАК как на базе зарубежных, так и российских алгоритмов. Стоит отметить, что в данный момент готовятся методические рекомендации для протокола ЕАК на базе российских алгоритмов. Также микросхема поддерживает работу для ввода ПИН-кода для использования электронной подписи. Кроме того, микросхема поддерживает работу с сертификатами специального вида, так называемыми CV-сертификатами, для предоставления доступа терминалов, с которыми взаимодействует микросхема, к данным, на которые они имеют права. Также операционная система микросхемы сертифицируется по требованиям в СТЭК. Первым этапом защиты является установление защищенного соединения по протоколу СИСПЭЙК на базе QR-кода, на базе которого формируются сеансовые ключи. Следующим этапом защиты является установление более защищенного соединения по протоколу ЕАК, в рамках которого осуществляется взаимная аутентификация как микросхемы, так и терминала. Аутентификация микросхемы осуществляется за счет ключевой пары, которая содержится в микросхеме. Собственно, закрытый ключ является неизвлекаемым. Аутентификация терминала осуществляется за счет проверки микросхемы цепочки CV-сертификатов и проверки под ними подписи. После этого устанавливается защищенное соединение, микросхема считывает права доступа терминала и предоставляет доступ в соответствии с правами в сертификате. Ну и последним этапом, при необходимости применения электронной подписи, пользователь может ввести пин-код. Методы доступа к различным данным. Сиспейк используется всегда. ИАК используется для доступа к биометрическим данным, изменяемым метрическим данным, для доступа к квалифицированной электронной подписи и приложению ИАДИ, водительскому удостоверению, а также для изменения данных. Пин-код, соответственно, используется для применения электронной подписи. Выличие электронного паспорта будет происходить на базе инфраструктуры системы МИР. В компоненты инфраструктуры выдачи входят объекты МВД России, как ведомства, отвечающие за выдачу электронного паспорта. Естественно, это центр персонализации, отвечающий за персонализацию, и обеспечивающий подпись данных, как неизменяемых, так и изменяемых при выдаче от имени Российской Федерации. Естественно, это удостоверяющие центры, которые отвечают за выдачу сертификатов, как для подписи от имени Российской Федерации, а также УЦ, которые будут выдавать сертификаты гражданам. Этот УЦ будет по классу КБ-2. Ну и компоненты инфраструктуры расширенного контроля доступа, отвечающие за предоставление CV-сертификатов для доступа к данным микросхемам. Инфраструктура применения, она очень похожа на инфраструктуру выдачи. Единственным большим отличием будет являться наличие центра подписи, который будет отвечать за подпись изменяемых данных в случае их изменения в электронном паспорте. Подпись будет ставиться от имени Российской Федерации, а также различными типами терминалов применения. Самым простым терминалом это будет обычный терминал, который в своем составе будет содержать эсказы класса КС-1. Соответственно, от этого будут ограничены его функции. Собственно, он будет поддерживать базовый механизм защиты, это C-спейк, а также электронную подпись для аутентификации. Более защищенным типом терминалов будет являться распределенный терминал, поддерживающий эсказы классов от КС-1 до КС-3. Он уже будет поддерживать работу с протоколом ЕАК, работу с квалифицированной электронной подписью, но в ограниченных случаях, и верификацию по биометрии. Самым защищенным будет являться доверенный терминал, поддерживающий полный спектр функций. Стоит отметить, что сферы применения этих терминалов будут зафиксированы в нормативно-правовых актах. И поподробнее, как можно будет применять паспорт, например, при паспортном контроле. Гражданин предъявляет свой электронный паспорт, происходит считывание QR-кода, на базе чего устанавливается защищенное соединение с помощью протокола C-спейк, происходит считывание базовых данных и проверка под ними подписи Российской Федерации. После этого происходит установление защищенного соединения по протоколу ЕАК и уже биометрическая верификация по пальцам и фотографии. После этого можно проверку считать успешной. Помимо внедрения электронного паспорта, у нас будет еще внедрено и мобильное приложение, но оно будет являться только как дополнением к электронному паспорту и ни в коем случае не будет его заменять. Граждане ни в коем случае не будут ограничены в правах, если они не будут устанавливать мобильное приложение. Оно будет устанавливаться только по желанию. Как можно будет применять мобильное приложение без электронного паспорта? Например, в МФС при получении незначительных услуг или при применении электронной подписи для идентификации. Аналогично применение электронного паспорта. Мы считываем QR-код, устанавливаем защищенное соединение по C-спейку, проверяем подпись Российской Федерации, по данным и при необходимости используем электронный подпись за идентификацию. То есть вводим в этот год. Другими случаями применения мобильного приложения без паспорта это будет вход на портал государственных услуг, каких-то услуг региональной поддержки социальной, подтверждение возраста при покупке алкоголя и табачной продукции, регистрация в сервисах каршеринга и автоматизированный проход в здании. Опять же, данный перечень услуг является базовым, основным и будет закреплен в нормативно-правых актах. Также постепенно он будет добавляться и фиксироваться в нормативно-правых актах. Мы решим в связи с этим множество проблем. Во-первых, граждане будут внедрены в цифровую экономику, смогут получать ряд услуг в электронном виде, кроме того, и удаленно. Электронный паспорт повысит безопасность, как в части отсутствия подделки, компрометации или использования паспорта без его присутствия. Повысит скорость и качество обслуживания ввиду отсутствия ошибок при вводе паспортных данных. Повысится производство отечественной микроэлектроники, как микросхем, так и аппаратных платформ, программных платформ. Естественно, появится экономический эффект ввиду отсутствия издержек за какие-то ошибки при вводе паспортных данных. Ну и напоследок небольшой план от внедрения электронного паспорта. На первом этапе будет утверждена концепция и план мероприятий в текущем году. Дальше мы планируем произвести подготовку к выдаче, куда входит, проектирование, ввод нормативно-правовых актов, внедрения, закупки и так далее. Уже со следующего года, как известно, начнется выдача электронного паспорта. А в 2023 году планируется завершить выдачу общегражданского бумажного паспорта. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за интересный рассказ. Игорь Рустинов, Криптоком. Два вопроса. По первой части доклада прозвучало, что сертифицируется микросхема по классу КБ-2. При этом паспорт становится СКЗИ. Соответственно, если я с этим паспортом выезжаю за границу, я вывожу СКЗИ со всеми вытекающими отсюда организационными проблемами. Вот как-то этот вопрос будет разрешаться. И второй вопрос по смене ключей. Если говорится, что там будут приложения, которые позволяют подписывать и так далее, там будут криптографические ключи. Все мы знаем требования ФСБ год-три месяца. Ну и мысль, что человек каждый год со своим паспортом должен будет куда-то ехать для прошивки новых ключей, она явно ни у кого вострогрого не вызовет. Вот в этом направлении какие-то идеи есть. Спасибо за вопросы. Ну, вопрос с вывозом СКЗИ будет решаться аналогично с заграничному паспорту, потому что там также микросхема является СКЗИ и причем соответствует классу КБ. А как это обрешается? Мы все нарушаем или это как-то все-таки отрегулировано? Давайте я уточню ответ на данный вопрос. Вы мне оставите свои контакты и я вам на него отвечу. Второй вопрос, как я понимаю, касается сроков действия ключей электронной подписи, правильно? На данном этапе стандартно, как и получают конечные пользователи, срок действия ключей планируется год и три месяца. Однако этот вопрос прорабатывается с коллегами с ФСБ об увеличении этого срока до пяти лет. Даже если ключ будет меняться раз в пять лет, понятно, что срок действия документа планируется десять лет и гражданину хотя бы один разочек придется этот ключ поменять. Планируется, что ключевая пара будет генерироваться с самой микросхемой, потому что ключ неизвлекаемый. И планируется, что будет возможность заменить сертификат, перевыпустить его, когда подойдет его срок действия, с помощью либо специальных защищенных терминалов, таких как в информатах, в многофункциональных центрах и другими способами. Возможно, это будет как-то еще даже более упрощено с использованием мобильного телефона, но вопрос находится в проработке. Конечно, мы про это помним и будем всячески стараться упростить этот механизм. Что касается экспорта из КЗИ, то этот вопрос сейчас прорабатывается в том числе и с Федеральной службы безопасности. Спасибо. Добрый день. Вопрос такой. Вот собираетесь со следующего года начать выпуск паспортов. Соответственно, там шла речь про июль месяц. В августе месяце первый человек с этим паспортом окажется, если он получал его в Москве, то приедет в Анадырь и захочет там снять квартиру или поселиться в гостиницу. Как к этому времени будет решен вопрос с инфраструктурой чтения этих паспортов? В следующем году будут разработаны различные программные средства для чтения микросхемы. Соответственно, они будут в свободном доступе. Каждый сможет их либо использовать уже готовые решения, либо использовать API и подстраиваться под них. Соответственно, встраивать их и развивать. Отлично. API будет разработан когда-то там к июлю. Соответственно, разработчики, которые хотят использовать это API, должны подготовиться и сделать свои реализации. Когда будут опубликованы технические требования к этим техническим средствам, API и так далее? Технические требования планируется завершить к концу года. Спасибо. Я по поводу инфраструктуры тоже немножко позволю себе дополнить. Значит, стоит указать, что документ сам, да, он содержит NFC-интерфейс RFID. И если у вас есть обычный смартфон, который содержит в себе NFC-модуль, то у вас не будет никаких проблем прочитать данные из этой микросхемы. Будет создано специальное приложение, которое будет, разумеется, свободно распространяемым для того, чтобы любой владелец смартфона с NFC мог бы прочитать открытые данные, которые содержатся в этой микросхеме и проверить подлинность этого документа с помощью проверки электронной подписи Российской Федерации. И на первом этапе это видится для вот таких кейсов, как вот я приехал в гостиницу, меня должны зарегистрировать, да, это видится как один из основных вариантов вот чтения данных из микросхемы. Коллеги, спасибо. Коллеги, спасибо большое. Спасибо.